МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции это время простудных заболеваний, ОРВИ и гриппа. Но в настоящее время среди взрослого населения не отмечены вспышки гриппа. Нами проводилась сезонная профилактика гриппа. Проводились вакцинации взрослого населения в поликлинике, а также выездные бригады в школы, детские сады. И даже проводились выездные бригады на территории города Новочвахстарска. Привито более 35 тысяч человек. Для профилактики гриппа надо одеваться по погоде, принимать витаминные препараты, лук, чеснок, лимон, черные смородины, а также принимать витаминные комплексы, поливитаминные комплексы. Посещая общественные места, носить маску. При заболевании немедленно явиться к врачу или вызывать врача на дом. Самолечением не заниматься. Не пренебрегайте простыми профилактическими мерами. Мойте руки с мылом, особенно после вызмаркивания, перед едой или перед ее приготовлением. Старайтесь лишний раз не дотрагиваться руками до глаз, носа и рта. Чихая и кашляя, прикрывайте рот. Старайтесь пользоваться индивидуальной чашкой, стаканом и столовыми приборами. Избегайте тесного контакта с больными ОРВИ. Хочется отметить еще при симптомах гриппа боли в горле, повышение температуры тела, першение, насморк, общую слабость, утомляемость человека. Ну и другие симптомы могут быть. Ломота в теле, например. В период повышения заболеваемости гриппа организуется в поликлинике отдельный кабинет для приема температурщих больных на первом этаже. Принимают без записи. Инфекция уха и горла бывает как бактериальной, так и вирусной природы. Когда они вызваны бактериями, в лечении иногда используют антибиотики. Примерами таких заболеваний могут служить средний отит, он может быть причиной сильной боли в ушах у детей, тяжелая ангина и синусит, обуславливает боль в области лица, тяжесть в области переносицы и около носа, обильное выделение из носа. Однако при лечении этих заболеваний антибиотики назначает только врач. Обычно встречается отит, синусит, сюда входит гайморит, сфеноидит, фронтит, ну и обострение хронических заболеваний горла, хронический танзелит, хронический фаренгит, ларингит. Сезон простуд длится в России около полугода. За это время взрослый россиянин болеет у РВИ в среднем 2-3 раза. Люди, которые пьют в сутки только 3 стакана воды вместо рекомендованных 8, имеют сопротивляемость организму инфекциям в 5 раз, доказали британские физиологи. Слизистая оболочка носоглотки – первая преграда на пути простудных вирусов. Для нормального функционирования она должна быть влажной, а для этого организму нужно как минимум 2 литра воды в сутки. Болезнь лучше предотвратить, чем потом пожинать плоды. Поэтому выполняйте все рекомендации врачей и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин